Это вызовы времени в студии Максим Кембель. Здравствуйте! 2023 объявлен в стране годы мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Завел глава государства во время новогоднего обращения к белорусскому народу. В своей речи Александр Лукашенко акцентировал, одним из главных достижений 2022 для нашего государства стал мир. И подчеркнул, белорусы как никогда задумались о дальнейшей судьбе всего человечества. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост. Все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас и от всех нас вместе. Если мы хотим жить в мире и безопасности, то прежде всего должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон. Год новый, угрозы старые. Санкции, сложная обстановка на западных и южных границах и попытки извне раскачать ситуацию. Только вот началось все далеко не в 2022-м. И не со специальной военной операцией России на Украине, как многие могло показаться. 2008-й конфликт России-Грузии, 2014-й госпереворот в Украине, 2020-й попытка госпереворота уже в Белоруссии. То есть страны НАТО, возглавляемые США, точечно и целенаправленно дестабилизировали обстановку в восточноевропейском регионе. Они это умеют, пустить пыль в глаза. Но на самом деле я считаю, что у них перспективы нет. Терроризм процветает на планете благодаря им, вот этим Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Евросоюзам. И их дубины НАТО. Что тут греха таить? Это их дубинка, которую они размахивают по всей планете, наводя свой так называемый порядок, миропорядок. На самом деле этот миропорядок устроен ими самими, как им нужно. Для того, чтобы людей оболванивать, чтобы людей превращать в рабов. Вот на этом вся их политика поставлена. У них слова расходятся с делом. Они говорят о мире якобы и так далее, что они помогают Украине. И вот белый и украинский народ, они его стараются поддержать. Не поддержка, им нужны деньги. Это Украина на сегодняшний день, это полигон, на котором вот эта вся свора, извините, вот эта свора, я ее называю, они зарабатывают деньги. Вот и все. Вы смотрите, каждый хочет хоть ржавый танк, но привезти в Украину, чтобы получить хоть за него какие-то деньги. Или дивиденды от их хозяев США. Мира и созидание, вот это понятие, говорит о той политике, о той линии, которую проводит наше государство в мировом масштабе. Это страшная политика для них. Поэтому они всяческими фибрами и стараются уничтожить и Россию, и Беларусь. 20-й год, это был год для Республики Беларусь, годом испытания именно людей на прочность, на прочность нашего руководства. И нужно отдать должное, особенно это не в качестве какой-то лести, нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который, если так можно даже сказать, встал грудью, как когда-то в Брестской крепости стояли наши отцы-деды, он встал грудью за Республику Беларусь. Война с монументами. Настоящим антитрендом в Европе стал снос памятников, посвященных Великой Отечественной. Особенно постарались наши соседи Польша, Латвия и Украина. А ведь не зря и мемориалы называют молчаливыми свидетелями истории. Казалось бы, еще в 41-е белорусы, русские, казахи, поляки, украинцы и латвийцы плечом к плечу боролись за победу. А теперь отдельные пытаются то ли забыть, то ли сделать вид, что ничего этого не было. Больно смотреть. Только вдумайтесь. 2 миллиона 138 тысяч 713 евро. Столько рижские власти потратили на снос памятников советским воинам-осовводителям. Знаменитый танк Т-34. Обелиски и фасады домов с изображением серпа и молота. Это лишь краткий список уничтоженного. Хотя ранее Комитет по правам человека, Организация Объединенных Наций, призвал Латвию приостановить сносы памятников. Но даже ООН для вандалов не авторитет. Сразу, когда была первая такая волна сносы памятников, наша страна даже выступила о том, чтобы она готова принять эти памятники себе. Потому что это память, в том числе погибали и белорусские солдаты. И поэтому мы готовы были принять эти памятники, мы готовы были их установить в себя. И тем более в нашей стране все делается именно по вековещению истории. Уже в то время, когда, к сожалению, последние ветераны уходят из жизни, уже будет такой момент, что очень скоро некому будет рассказать всю эту историю. То есть, как бы, да, памятники, они выступают таким своеобразным местом культа, местом памяти. И у меня тоже есть такая мечта, это найти место гибели своего прадеда. То есть, как бы, по архивным документам я узнал, что он был призван в 1944 году с территории Беларуси и погиб в боях, в боях освобождения Польши, где-то в январе 1945 года. И когда я пытался найти именно место захоронения, меня, к сожалению, начало вводить на разные сайты, потому что, как оказалось, первоначальная прадская могила была потом перенесена, потом, как бы, перенесли на второе место, потом на тридцей. И сейчас найти с концами, где находятся останки этих людей, очень сложно. И, к сожалению, такая ситуация, что очень скоро мы просто забудем о том, что была война, она будет переписывать какую-то свою историю. Говорить, что война была совершенно по-другому, совершенно другие события, про которые мы знаем. Объектом мемориального комплекса «Хатынь» в 2022-м присвоили статус все белорусской молодежной стройки. Переписывать историю, принимать варварские законы в угоду коллективному Западу – это точно не про нас. Беларусь помнит, сожженная 22 марта 1943-го деревня вместе с уничтоженными 149 безвинами, среди которых 75 дети, навсегда в наших сердцах и умах. Возведение музея на территории мемориального комплекса и реставрационные работы президент поручил завершить в сжатые сроки – 80-летию трагедии. Главное – экспозиция, которая там будет, чтобы люди пришли, прежде чем сюда ступить на огонь, чтобы у них сердце уже рвало. Глядя на происходящее в мире, неневольно задаешься вопросом, а что же делать белорусам, чтобы беда не постучалась в наш дом? Вопрос сложный, но и на него есть ответ. Помните, Марк Берне спел песню «С чего начинается Розина». Это очередное подтверждение. Любовь к Отечеству закладывается с малых лет. Только вот патриотами не рождаются, а становятся. Беларусь переняла лучший опыт военно-патриотического воспитания, который был наработан еще в советские годы. У нас сохранена система кадетского образования, в каждой области есть специализированные училища, лице МВД и МЧС. Функционирует система профильных классов, где занимаются более 1200 учащихся. Только в год исторической памяти открыто 17 военно-патриотических клубов. В Бобруйске он носит гордое название «Зубар». Военно-патриотический клуб «Зубар» был образован 18 декабря 2021 года. Территория войска части 55-27. Основными предметами клуба являются огневая подготовка, где воспитанники изучают тактико-технические характеристики автомата, вооружения, военной специальной техники. На физической подготовке мы совершенствуем физическую выучку, готовим воспитанников к служению армии. На идеологической работе мы воспитанников знакомим с основными символиками белорусского государства, рассказываем базовые аспекты про правительство, какие у нас законы существуют, какие обязанности, что такое патриотизм. Посещаем различные музеи в рамках прошлом году, года исторической памяти, в этом года мира и созидания. Чтобы остудить горячие головы на Западе, Александр Лукашенко и Владимир Путин еще в 2022-м приняли решение о развертывании региональной группировки войск Беларуси и России. Тезис прост, Беларусь ни на кого не собирается нападать. Но если хоть кто-то предпримет агрессивные действия против нашей страны, зубы разлетятся, как щепки. Региональная группировка войск — это десятки тысяч бойцов и сотни единиц техники. Ее основа — армия Беларуси. В республику уже прибыла авиационная составляющая с числа военно-космических сил Вооруженных сил России. Она примет участие в совместном летно-тактическом учении, которое начнется 16 января, продлится до 1 февраля. Во время маневров будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси. Итак, то, что делает республика на своей территории, — это не угроза, а разумные меры по защите страны. То, что и обязаны делать люди в погонах. И подобных маневров, как совместных, так и суверенных, будет немало в наступившем году. Готовность защищать Родину должна быть полной всегда. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам. Я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, российским военным, не скрывая, он говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, сбежавших от войны в прошлом только году, нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране. Хочу вас заверить, что я лично, как главнокомандующий, как глава государства, буду делать все для того, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова